КОНТУЖЕННЫЙ, ОТМОРОЖЕННЫЙ, СУДИМЫЙ, ЖЕСТОКИЙ, РАСЁТЛИВЫЙ И ГОТОВЫЙ ЗАЛИТЬ ВСЁ ВОКРУГ КРОВЬЮ МИРНЫХ ГРАЖДАН Вот что мы знаем от наших источников о генерале Сергея Суровикине, которого поставили руководить войной в Украине. Но обо всем по порядку. Меня зовут Паша Борисов, это «Изнанка» — программа об обратной стороне событий. Сегодня разбираемся, что стоит за назначением Суровикина командующим российской группировкой в Украине. Сослуживцы называют Суровикина суровым. И судя по его биографии, понятно почему. Контуженный и отмороженный — такими словами его характеризуют наши источники. Я почитал, что писали в начале нулевых о Суровикине в прессе. Становится понятно, что это не просто слова. Он избивал подчиненных, доводил их до самоубийства. Один даже застрелился на пороге кабинета Суровикина. И уголовное дело нашлось в биографии генерала о торговле оружием. Дело, кстати, замяли. По данным наших источников, не без помощи спецслужб. Именно с тех пор, а это была середина 90-х, у Суровикина завязались тесные отношения с контрразведкой ФСБ. Иметь связи среди силовиков — это вообще обязательное условие для продвижения по карьерной лестнице в путинской России. Если кто-то решит перейти вам дорогу, всегда можно попросить своих друзей присмотреться к подозрительному элементу. Ровно так и произошло с одним протеже Суровикина на Дальнем Востоке. Генерал в свое время командовал Восточным военным округом и раздавал должности нужным людям. Один такой нужный человек вызвал интерес контрразведчиков, когда отказался выполнять условия, поставленные Суровикиным. Такие вот ходят слухи про генерала. Вообще, с войной генерал Суровый доходит буквально до фанатизма. Например, в какой-то момент власти Владивостока подумали, что ненужные военные городки вполне можно передать на мирные нужды. Наш генерал выступил резко против. Дескать, нельзя землю, на которой предки кровь проливали, давать гражданским. А вскоре мэра Владивостока арестовали за коррупцию. Совпадение, наверное. В Минобороны Суровикин выполняет роль своеобразного кризисного менеджера. К примеру, на Дальний Восток его отправили, когда предшественник Сурового Константин Сиденко проворовался. Опыты руководства флотом, а на Дальнем Востоке это главное, у Суровикина не было, но он и военно-космическими войсками сейчас руководит, не имея никакого отношения к авиации. Не проблема. В Сирии Суровикин тоже занимался исправлением ошибок предшественников. Он возглавил российскую группировку в марте 2017-го и руководил боями, пока Россия не объявила об окончательной победе над ИГИЛ в Сирии и не начала выводить войска. До сих пор, кстати, так и не вывела. Бомбить города, не считаясь жертвами, это его излюбленная тактика. Генерал Суровый считает, что войны можно выиграть, если залить все кровью, говорит наш источник. За примерами ходить далеко не приходится. Под руководством Суровикина российские войска бомбили оппозиционный район Дамаска, Восточную Гуту, и устраивали гуманитарную блокаду этому региону. Все это военные преступления против мирного населения. Я крайне сомневаюсь, что в Украине его методы изменятся. Суровикин якобы хорошо разбирается в восточном менталитете. В конце концов, карьеру он начинал в 90-х в Таджикистане. Но как это поможет на востоке Украины? Большой вопрос. Все-таки есть разница. Боевать против плохо вооруженной сирийской оппозиции и боевиков ИГИЛ и против подготовленной и мотивированной украинской армии. У нашего героя далеко идущие амбиции. Суровикин метит в кресло начальника генштаба и вполне может сместить замминистра Шойгу Валерия Герасимова, рассказывают наши источники. Он уже давно пытается подмять под себя командование всей военной операции в Украине. Но эта задача непростая. Одна из главных проблем всей операции, помимо ее бессмысленности и заведомой обреченности на провал, конечно же, это бардак с управлением. Вообще складывается впечатление, что в Украине воюет сразу несколько армий. Армия Шойгу, в которой хватает конфликтов, наемники и зэки Пригожина, а еще и Росгвардия Золотова. И все они воюют сами по себе. Решать эти проблемы коммуникации Суровикин будет, видимо, как умеет. Криком и мордобоем. Так что, если появятся новости про самоубийство кого-нибудь из армейского командования после разговора с генералом Суровым, можно не удивляться. В Минобороны, на самом деле, нет никакого единства по вопросу, как именно воевать. Поговаривают, что Шойгу более гуманный. Ну, насколько вообще уместно говорить о гуманности после Бучи и Мариуполя. Но какое он имеет отношение к военному управлению прямо сейчас? Вопрос открытый. Поскольку, опять же, поговаривают, что у генералов на местах власти больше, чем у Сергея Кужегетовича. Суровикин считает, что воевать нужно с максимальной жестокостью, а все военные преступления потом можно будет списать. Мол, у каждого второго солдата и офицера кто-то из друзей погиб. Вот они и мстят. Путину, по данным нашего источника, именно такие генералы сейчас и нравятся. И именно с ними он хочет иметь дело. Ответ России на диверсию на Крымском мосту вполне в духе генерала Суровикина. Ракетные удары по жилым домам Запорожья и детской площадке в Киеве просто ради устрашения. Ни для чего больше. Точно так же он действовал и в Сирии. Суровикин, если и не отдавал этот приказ лично, то явно поддержал такое решение руководства. Давайте подводить итоги. У Путина сейчас одна стратегия войны. Террор. И для выполнения своих целей ему нужны верные мясники. Отмороженные и жестокие генералы, готовые бить ракетами по детским площадкам. Вот такие, как генерал Суровикин, и выходят сейчас на передний план. Для мирного времени он слишком радикально жесток. А сейчас в самый раз. Амбиции генерала Сурового стать начальником генштаба, но, судя по ходу войны, ему светит лишь почетное место на скамье трибунала. Не исключаю, кстати, что именно поэтому его так и продвигает пропаганда. Героя из такого человека сделать сложно. А вот списать на него всю жестокость без проблем. Это Изнанка. Программа об обратной стороне событий, где мы разбираемся, что стоит за громкими новостями и делимся своими инсайдами. Меня зовут Паша Борисов. Подписывайтесь на канал Ходорковский лайв, где выходит Изнанка, и на наш телеграм-канал, чтобы не пропускать новые выпуски и следить за нашими инсайдами. И обязательно перешлите это видео знакомым, уверенным, что российские военные не способны бить победным жителям. Еще как способны. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»